В рамках своего выступления я освещал вопросы, которые связаны с рассмотрением тарифных споров и разногласий. За этот год, 2016 год, в Федеральной антимонопольной службе рассмотрено более 350 заявлений. По ряду из этих заявлений принято решение о частичном удовлетворении требований. Были решения об отказе удовлетворения, потому что некоторые требования сформулированы необоснованно. Также в Федеральной антимонопольной службе принято ряд решений, которые привели к снижению тарифов в связи с необоснованным включением в состав необходимой валовой выручки затрат, которые не могут быть признаны экономически обоснованными для отнесения на регулируемый вид деятельности. Естественно, в рамках такого представительного мероприятия мы обсуждали вопросы не только существующего права применения, но и вопросы развития тарифного законодательства. По нашему мнению, безусловно, законодательство требует своего развития и совершенствования. Необходимо серьезно подойти к вопросу определения принципов тарифного регулирования. Эти принципы должны исходить из приоритетов в отношении обеспечения качества поставляемых услуг. Потребитель должен быть удовлетворен тем качеством и теми услугами, которые оказывают субъекты в естественных монополиях. Более того, принципиально важным является участие потребителей в процедуре установления тарифов и в реализации таких основополагающих принципов. По нашему мнению, могло бы стать новое законодательство, в том числе закон об основе государственного регулирования цен, положение которого я частично докладывал в рамках своего выступления. Кроме того, я обращал внимание на вопросы, которые связаны и с текущим изменением законодательства, в частности, Федеральной антимонопольной службой подготовленной поправки в закон о естественных монополиях направлены на большую информационную открытость процедуры принятия тарифных решений. Этому должна способствовать единая информационная система ЕАС, которая на сегодняшний день функционирует и Федеральной антимонопольной службой, и в ней уже заведены информации о большом количестве регулируемых организаций, и региональные тарифные комиссии тоже работают в этой системе. Важно сделать так, чтобы тарифная заявка максимально была открыта до принятия тарифного решения, и это даст возможность потребителям участвовать и также обсуждать структуру затрат, включаемых в тарифы, и влиять на конечные принимаемые тарифные решения. Несколько слов о законопроекте, в основу государственного регулирования цены тарифов. Основной идеей законопроекта является унификация подходов к тарифному регулированию. Универсальные методы, которые используются в системе тарифного регулирования, они сохранены, но приоритет отдается методам, которые связаны с элементами сравнительного анализа товарных рынков, сравнительного анализа цен. Методы, которые связаны с бенчмарком, анализом сопоставимых цен на конкурентных товарных рынках. И в тех случаях, когда исключить затратный метод невозможно, все равно механизмы сопоставимости и неких сопоставимых затрат конкурентных рынков должны использоваться даже в этих случаях. Кроме того, конечно, в рамках законопроекта должна быть определена процедура утверждения тарифа, процедура должна быть максимально открытой, регулирующий орган должен стать арбитром в рамках этой процедуры. И это тоже принципиальный вопрос в системе тарифного регулирования. Определенные аспекты в законопроекте должны быть уделены порядку утверждения инвестиционных программ. И это важно в тех случаях, когда инвестиционная программа реализуется за счет тарифного источника. Мы видим, что на практике проблема разобщенности этих процессов, утверждение тарифов, утверждение инвестиционной программы приводит к определенным проблемам и для самих регулируемых организаций, и для отрасли в целом. Кроме того, также определяется порядок взаимодействия РЭКов и Федеральной антимонопольной службы. Определяются полномочия соответствующих органов, уточняются и конкретизируются контрольные полномочия Федеральной антимонопольной службы по возможности отмены и изменения региональных решений. А также процедура досудебного рассмотрения споров. Само по себе мероприятие имеет достаточно большое значение, потому что в рамках таких мероприятий есть возможность диалога и с нашими коллегами из регионов. Я имею в виду РЭКи, и с регулируемыми организациями. В тарифном регулировании существует большое количество проблем и вопросов, сложных вопросов. Обсуждать это путем длительной переписки всегда сложно, а в рамках таких мероприятий скорость принятия некоторых решений или поиска согласованной позиции, вероятность нахождения такого решения существенно увеличивается. Поэтому я считаю, что подобного рода мероприятия нужно сделать как минимум в плановом порядке ежегодным, может быть даже чаще, и стараться наиболее серьезные вопросы в рамках таких мероприятий обсуждать в сфере тарифного регулирования, обсуждать на постоянной основе. Редактор субтитров А.Семкин